здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередное видео показ украшений кто у меня впервые я живу в канаде украшение покупаю в наших благотворительных магазинах показываю с ценами по которым я купил украшение в канадских долларов и у меня на канале не только украшение у меня на канале видео примерки обзоры магазинов болталки в общем все что мы девочки любим если вы впервые я надеюсь вы со мной останетесь у нас очень интересно для начала я покажу вам вот такую затравку так давайте посмотрим издали на то что я вам буду показывать легкая легкая затравочка совсем небольшая и давайте перейдем к показу так давайте начнем вы знаете что я покупаю украшение не только винтажные но современные тоже если они мне нравятся я особо не вдаюсь там винтажный винтаж покупаю в общем все к легла моя душа есть вот как раз в этом видео я вам покажу одно такое украшение я купила серьги но в общем давайте пока начнем рассматривать с таких более винтажных украшений чтобы сразу не распугать народ а то мне напишут что я покупаю всякую всякую современную китайскую дешевую шнягу что мне пишут кстати и на видео где я показываю очень дорогие украшения например там немецкий кулон который на ресейле стоит по 200 евро мне написали что это все китай и я обманываю людей мне так смешно написали от вас пахнет обманом в общем короче пока я тут буду открывать это все дело я заодно и рассказываю сейчас я наверно выключусь и освобожу стоит она 7 долларов эта брошка сейчас я ее освобожу от детки и про продолжим просмотр так ну что ж вот такая милейшая брошечка с жемчужинами и красивыми и лепестками сделанными в стиле я не знаю в каком филигран нет вряд ли нет вы знаете у меня сложные ощущения по поводу этой брошки маркировок на них на ней никаких я не находила застежка предела на заклепке что говорит о ее винтажности но вот сама вот это вот булавка она как-то не очень мне нравится в том смысле что мне кажется что как-то она не похожа на винтажную эту булавка но она заклепана на броши что в общем как бы говорит о винтажности не знаю девочки она такая легенькая тоненькая все-таки заклепки делались на винтажных вещах маловероятно что сейчас в современном китае заморачиваются плюс вот видите вот здесь вот эти бусины они приделаны на не просто так она такой вот красивой красивой красивый элемент который выглядит в виде лепестков то есть в общем брошь сделана с таким нос качеством поэтому я вот не знаю насчет нее ну а тем не менее она очень приятная симпатичная милая какая бы она ни была она мне нравится так следующее украшение это тоже брошь продавали ее за 8 долларов оценили дорого я думаю что это брошь из стареньких где-то семидесятых в те времена было очень много брошей эти застежка гуляет таких вот знаете в виде цветов у меня большая коллекция все обещаю показать но никак не соберусь это сделать обычно они без маркировок эти броши они не маркированы тоже сделано видите наклепки немножко кривая она и ведь она так вот немножко ходит все вообще проблема вот этих брошей наклепки что они вот так вот гуляют потрясающе красивый такой сиреневый цвет очень хорошо сохранившийся эмаль чуть чуть видите вот здесь вот по краям она сколота что опять же говорит о возрасте скорее всего единственное что меня смущает вот этот центральный элемент мне даже кажется что он был заменен какое-то в свое время потому что уж как-то вот это вот кристаллина сейчас мы ее по объем чтобы понять не пойму вроде стекляшка но вы знаете она как-то так видите плохо приклеена к клеем может быть она выпала ее кто-то приклеивал потому что плюс плюс криво приклеена а может быть ее просто заменили но тем не менее брошь эффектная красивый цвет такой сиреневый эмаль большая крупная красивая брошь будет прекрасно смотреться на ласканье жакета так сейчас я вам покажу мой мой делте плэжи что называется значит я купила эти эти серьги за 6 долларов ведь они на подложке подложка на подложке написано forever 21 forever 21 это очень дешевый масс-маркет который у нас был в канаде по-моему закрылся или где-то там какие-то в каком-то магазине есть его корнер я честно говоря точно не знаю но был был магазин большая большая сеть сейчас в канаде их нету больше значит я вам хочу сказать что за 6 долларов в этом магазине я могла бы купить украшение может быть на сель так они стоили долларов 10 наверно мне очень просто понравились эти серьги я понимаю что они современные они новые их никто не носил судя потому что они на подложке а может наносили на подложке оставили и также сдали в магазин вы знаете сделаны они очень хорошо очень качественно и вот мне понравилось то что они вот такие вот черные строгие вот такие вот длинные висюлины совсем за 6 долларов я подумала что я за 6 долларов в принципе ни в одном магазине даже в самом дешевом масс-маркете у нас бы не купила а тем более что они новые они просто красивые я с удовольствием буду их носить мне они понравились просто как как серьги так теперь у нас много бус сегодня сегодня много бус я что-то какой-то заход видимо много сдали по моему вот так уж и знаете иногда приходишь магазин кстати я там не снимала в этом магазине когда это все покупала вот не были свидетелем я уж не помню почему ли это не был магазин в котором я обычно снимаю где меня не гоняют за шеи или это было просто там может я в несколько заходов покупала и не помню когда я вижу что нету много интересных вещей я просто даже не начинаю снимать потому что ну как бы с видео на 5 минут никому зачем оно нужно и так бусы они кстати маркированы я не помню чем давайте посмотрим наверно корея или что-то такое на могу понять 6 секунду давайте рассматривать а и япония джапан япония японские бусы часто такие бусы бывают или японские или корейские где мои ножницы вот стоили они вот 10 долларов что так дорого бывает иногда вещи намного лучше оценяют дешевле чем вот сейчас даже в этом пока не увидите чем вещи которые ну как бы не стоит того но оценяют их дорого но я все равно их решил купить потому что во первых мне нравится вот эти вот винтажные старинные бусы я их очень люблю мне нравится тем что это вот во первых они очень сделаны из интересных бусин давайте их рассматривать во вторых вы не увидите их больше ни на ком вокруг себя сделаны аккуратно красиво видите какие шапочки на бусинах много разных интересных бусин под металл вот такие вот с переливом в общем много интересных и вот эти бусины сделаны под жемчуг по моему они стеклянные они холодные довольно тяжелые мне кажется что вот эти бусины стекляшки хотя не низко не буду точно утверждать вот они трехрядные значит бусы и застежка крючок и вот такой вот удлинитель всегда существует во всех винтажных бусах тогда так делали застегиваются вот так вот на крючок и можно менять длину эти бусы в общем вот такие вот бусы симпатичные и я их тоже с удовольствием ношу все эти вещи вы наверное мало их на мне видите потому что я когда снимаю свои видео я очень редко надеваю свои винтажные украшения в основном потому что я снимаю после того как я хожу на работу там не всегда уместно вот эти вот эти вот всякие вот такие бусы ну в общем короче нашу тем не менее поверьте мне следующие бусы следующее украшение у нас это тоже бусы судя по застежке я думаю что они тоже винтажные наверное максимум где-то в 70-х годов мне кажется по фасону стоили они сейчас я вам скажу сейчас вам скажу 8 долларов 7 99 и мне они просто понравились но мне кажется что по по дизайну это не 60 уже потому что в те времена как-то по-другому какие-то были другие уже вернее еще были какой-то другой дизайн а это больше как-то похоже на дизайн 70-х хотя возможно я ошибаюсь не знаю в общем интересный я не знаю может быть это рыбакелит ну или пластик люцит что такое красиво собраны хорошо сделаны тоже три нитки вот таких вот бусин и вот такая вот интересная застежка бусины кстати не простые бусины пластик конечно но сделаны они под камень эти они все разные разные разного цвета тонированные в общем не очень хорошо может быть видно но вот видите они все разного цвета маркировок на них никаких я не нашла и вот такая вот красиво интересная застежка тоже по по дизайну скорее всего напоминает 70 может быть к самый конец 60-х вот такая вот какая-то абстракция абстрактная картина и вот такой обратная сторона к сожалению нету никаких маркировок ну мы понимаем что это что-то винтажно так следующий бусы вообще великолепно шикарные обалденные очень мне понравились они на них нет маркировки но я нашла в в интернете значит что это там так написано что это бусы эйвен и есть к ним еще клипсы а стоили они 8 долларов тоже видите вот какой-то был у меня заход что вот этикетки видите от руки написаны странно как-то вот это было все куплено в одном магазине на самих бусах маркировки нет возможно маркировка была на клипсах я вам поставлю картинку и вы увидите там написано есть фотография вместе с этими с клипсами и написано что это эйвен и продают их долларов так за 50 за 60 в общем в разных вариантах но бусы действительно очень красивые хотелось бы мне найти к ним клипсы купить если бы я нашла отдельно вот клипсы посмотрите как они интересно сделаны значит вот эти вот три бусины сбоку находятся и потому что видите застежка в центре и застежка в центре и бусины расположены вот эти три крупные бусины сделаны под янтарь очень интересный молочный такая молочная бусина и бусины сделаны под янтарь сделаны очень красиво и вот сколько раз два три четыре шесть рядов бусин тоже сделанных молочных и сделанных под янтарь вот такой вот формы продолговатой и очень интересно сделан Сделаны шапочки Не металлические, а из той же Из того же пластика Из той же пластмассы Под янтарь И здесь одна вот такая вот бусина Очень они мне нравятся Вот видите, нашла я, что это Эйвон Но я не могу сказать 100% Так написано Я не видела маркировки Видимо маркировка была на клипсах Или может быть сюда она была Где-то висела на какой-то висюлине Что она оторвалась Иногда так бывает Так, давайте их вот сюда положим Как бы так Следующее украшение Вот такая интересная брошь Стоила очень дешево 4 доллара, поэтому я ее купила Хотя я сомневаюсь в ее происхождении Маркировок на ней никаких нет Но мне кажется, что Вот эта вот обратная сторона Говорит о том Что эта брошечка чешская Немножко смущает меня замочек Хотя Не знаю Вот посмотрите, как она выглядит Симпатичная брошь Ой, падает у меня С цепочками С такой висюлькой И обратная сторона Похожа на чешскую Хотя замок Немножко такой Левый Хотя видите Вот она тоже Она собрана на заклепке Что говорит о возрасте ее Замок вот этот Булавочный Я честно говоря не знаю Может быть Если его меняли Но если бы меняли То он очень как-то Хорошо, аккуратно приклеен И не осталось остатков Старого замка Так что я думаю Что все-таки Это наверное Оригинальный родной замок И вот такая вот она Красотка-симпатяга Цветочек Не затейливый сюжет Но Выполнена Очень симпатично Так Дальше брошь Стоила 6 долларов Вы наверное узнаете По сюжету И по Так сказать Вот Дизайну И по тому Из чего она произведена Это марка JJ У них очень много брошей Связанных с животными И все броши почти Очень много вернее У них разные На самом деле Броши Это большая ошибка Считать что броши JJ Они все сделаны Из пьютера И вот Некоторые С такими Шутливыми Сюжетами Много животных Вот Маркировка ее JJ Броши JJ Делали все-все-все Совершенно невероятные Украшения Разные всякие Но вот Основное Так сказать Ну вот То что мы сейчас Встречаем Это вот такая вот Линейка Их Броши Сделанных из пьютера И сделанных Вот всякие сюжеты Животных Иногда это шутливые Сюжеты Иногда вот такие вот Серьезные Птица с цветами Сидит на ветке Лапки Все так выделано Хорошо Цветочки все Прямо такие Аккуратненько Сделаны Вот Такая вот Брошь Броши JJ Они Обычно Ну вот Нет у них Ну опять же Обычно Еще раз повторюсь Они есть разные Но вот этот вид Броши JJ Они такие строгие Скромные Из Из такого Пьютера Серебристого металла И они без камней И они вот такие вот Сюжетные Обычно Вот Одна из таких Попалась мне За 6 долларов По-моему Да я вам показывала Так Следующее колье У нас Это колье Тоже довольно На вид Известное Я думаю Что многие Вы встречали Вот такие колье Это колье Кора По-моему Нету Маркировки Но есть Вот этот Вот концевик Который Ой нет Не концевик А что Что я нашла В ней Что она была Кора В общем Почему я так решила Мне кажется Потому что у меня Есть похожая Или все-таки Я нашла Какую-то маркировку Не помню точно Давайте я освобожу ее Во-первых От ценников 6.99 7 долларов И вот видите Тоже написано От руки Вот какой-то Заход у меня был Они там Видимо у них Сломались Их машинки С ценой И они все Вот так вот Писали от руки Почему я решила Что это Кора Может быть Я ошибаюсь Мне кажется Или я находила В интернете Что-то подобное Или у меня Есть что-то подобное Потому что Вот такой вот Шарик Тоже Кора Иногда вешала У них бывали Бывали Бусы Вот с таким Специальным А вот Потому что Есть маркировка Вот Кора Причем не просто Кора Кора И здесь написано Еще что-то Сейчас будем читать Все вместе Хором Дружно Под пент Что-ли Да Патент Под пент Может быть Такое Что-то путаю Кора Здесь еще Какой-то Значок И вот Какая-то Надпись Под пент По-моему Да Все-таки Я не ошиблась Я помнила Что это Кора Так На крючке Нету Маркировок Но вот Знаете Не затейливые Но очень Очень симпатичные Милые Нежные Бусы У меня По-моему Есть похожие Такого Молочного Цвета Я не помню Вам показывала Или нет А вот Эти Такие С такой Красивой Темно-зеленой Эмалью Я не знаю Если камера Хорошо передает Темно-зеленые Эмали Они очень Хорошо Сохранились В отличие От Обычно Кора Часто Имеет Лицевая Лицевая Сторона Эмаль Не сошла Почти Нигде В общем Бусики Знаете Не затейливые Но Если вы Не хотите Надевать Какое-то Массивное Типа Вот этих Бус Украшений То Вот эти Прямо Вот они Нежные Такие Скромные Но при этом Очень Симпатичные Ну и Маркировка Опять же Всегда Приятно Так Здесь у нас Дальше Браслет Как ни странно Он тоже Маркирован И тоже Стоил он 7 долларов Тоже Не знаю Почему я говорю Тоже Но В общем Вы знаете Такой Нетипичный Для По-моему Это Это Или Сара Кавентри Или Так Плохо Отлипает У меня Остался След от Бумажки Но я Потом Помою Какие Интересные Видят Или это Испачканно Или это Ободрано Так По-моему Это След от Этикетки А может Быть Это Ну в общем Короче Посмотрим Обидно Будет Конечно Если Ободралась Так Значит Это Кто У нас Сара Кавентри Очень Нехарактерный Для Сара Кавентри Дизайн Тоже Подозреваю Что это Где-то Семидесятые Уже Потому Что Вот Такой Вот Интересный Знаете Какой-то Такой Дизайн Хотя Может Быть И Нет Я Не Знаю Что Это За Материал Из Чего Сделаны Вот Эти Бусины Ну Тоже Тоже Возможно Бакелит Или Лицит В общем Красиво Очень Очень Красиво Сделаны Посмотрите Какие Переходники Прекрасное Тоже Состояние Шапочки Красивые В общем Я вам Конечно Все Это Померю Как Всегда Ну Примерно Вот На руке Он Выглядит Вот Так Интересный Браслет Необычный Дизайн Не встречалось Ничего Такого Я Очень Рада Что У меня Он Попался Потому Что Какая То Интересная Необычная Вещь Так Следующий У нас Огромный Кулон Сейчас Я Все Подвину У меня Нет Места Огромный Кулон Маркированный И тоже Очень Нетипичное По моему Изделие Для Той Компанией Которой Он Является Стоил Он Сейчас Посмотрим 15 Долларов Да Он стоил Дорого Но Я его Купила Во первых Потому что Он мне Понравился Во вторых Он маркированный Я люблю Крупные Вещи Крупные Украшения К моему Удивлению Это Оказалось Я сначала Увидела И подумала Нифига себе 15 Долларов За что Они так Оценили Его Но Это Оказалось Кора Вот Представьте Себе Вы знаете Что Это не Кора Это Кока Какое-то Написано Вы знаете Наверное Я Накололась Нет Честно Говорю Вот Развитимость Первый Раз Я посмотрела И увидела Что Это Кора Но Как-то Странно Написано Очень Похоже На То Как Как Писали Кора Но При Ближайшем Рассмотрении Видите Вот Буква Вторая Ар Это Как будто Си Я Удивилась Потому Что Дизайн Очень Нехарактерный Для бренда Кора Хотя В 70 Годы Возможно Такие Делали Мне Он Очень Понравился Цепочка Я сначала Подумала Может быть Цепочка Не от Кулона Но Видите Ее никак Невозможно Здесь Довольно Большая Большая Застежка Ее никак Невозможно Здесь Было Поменять Ну Вот Что Вы Думаете Какая Это Кора Кока Непонятно Что Я Сначала Увидела Что Это Кора Мне Показалось Что Это Кора Тем Более Выполнен Он Довольно Хорошо Посмотрите Какие Красивые Бусины Качественные Очень Сделан Качественная Красивая Подделка Под Кора И Название Что То Странное Развейте Девочки Мои Сомнения Оценили Его Дорого И Я Решила Что Они Тоже Решили Что Это Кора Хотя Я Сразу Подумала Какой Странный Нехарактерный Дизайн Ну В общем Бывает На старуху Проруха Все Таки Это Не Кора Наверное Все Таки Какой Это Кока Которая Выдает Себя За Кора Не знаю Очень Странно Если бы Они Пытались Подделываться Под Кора Они Сделали Дизайн Который Больше Подходит На Подвинтажные Именно Украшения Кора А так Хотя Все Бывает В жизни И В общем Наверное Я Ну Вы знаете За 15 Долларов Такой Кулон Тем не Менее Даже Если Это Не Кора А Современный Какой То Дизайн Он Очень Красивый Я Замудрила И Сама Себя Сама Себя Переиграла Наверное Так Следующее Украшение Вот Здесь Вроде Б Все В порядке С Надписями По-моему Сейчас Проверим Стоили Клипсы Эти 10 Долларов Выглядят Они Как Будто Вы Знаете И в 60 Такие Носили И в 80 Вернулись В моду Вот эти Крупные Клипсы Большая Жемчужина И Вокруг Металлическое Обрамление Серебряное Под серебро Конечно Так Давайте Посмотрим Кто это Здесь Много Всяких Надписей Значит Здесь Написано Канада Здесь Написано Сара Кавентри И Здесь Написано Патент В общем Много Всяких Надписей За это Видимо Взяли За них Так Много Денег Сара Кав Канада Патент Ну Очень Много Изделий Есть У нас Продается Именно Сара Кавентри Канада Потому Что Видимо Производились В Канаде Украшения Сара Кавентри И Поэтому Их Много У нас И Много С такими Надписями Очень Хорошо Сохранились Тоже Прям Такая На Жемчужинах Нет Никаких Облезлостей Потертостей И Очень Хорош Сохранился Метал Красивые Крупные Клипсы Или Может быть Могут Могут Быть И 60 Могут Быть И 80 Не знаю Возможно Всякое В общем Вот такие Вот Интересные Классические Красивые Клипсы Последняя Брошечка Я не знаю Называть ли Ее Вишенкой На торте У нас сегодня Много Было Вишней В том числе Колье Кора Которое По-моему С которым Я по-моему Накололась Стоила Она 7 Долларов Маркировок В ней Никаких Нет Я находила Ее на Ресейле Довольно За большие Деньги Я думаю Что она Австрийская Но К сожалению Нету Никаких Маркировок Так Ну Обратная Сторона Похожа На Австрию И Собственно Вот эта Сторона Тоже Похожа На Австрию Металлический Ой Стеклянные Кабошоны Хотим Черт Может Тоже Я что-то Ошиблась Но Я видела Ее На Ресейле И Написано Что это Австрийская Брошь Точно Такую Вот Находила В общем Вот такая Красивая Сиреневая Как у меня Плохо Освещение Работает Я уже И так И так У окна Стою Все лампы Включила Вокруг Но Тем не менее У меня Какие-то Все равно Какое-то Темно У меня Здесь Может Надо Найти Дом И другое Место Смотрите Красиво Блестят Переливаются Кристаллы Скорее Все-таки Австрия Потому Что Так Уж Так Они Красиво Переливаются Только Австрийские Могут Так Красиво Сверкать И Ну Вот Никогда Нету Никаких Маркировок На них Но Тем не менее Хотя На вид Она Довольно Новенькая Хотя Черт Не знаю Так Я уже После этого Кулона Стала Вообще Во всем Сомневаться В том Что Я вам Показываю Тем не менее Вот такая Вот красавица Последняя На сегодня У нас Брошь И С этой Красоткой Мы завершим Наш Показ Что Дорогие Друзья Вот Такие У нас Сегодня Были Украшения Вот Такой Показ Я надеюсь Что вам Понравилось И было Интересно Наверное В чем-то Я Где-то Я Ошиблась В чем-то Я Не Совсем Разобралась Что я Покупала Но Жизнь Такая Знаете Без Без Ошибок Не бывает И Успехов Все В жизни Бывает А на сегодня Все Я надеюсь Что если вы со мной Впервые Вы у меня Останьтесь Я очень рада Всем моим Старым Друзьям Очень жду От вас Комментариев И Суждений И ваших Так сказать Замечаний По поводу Того Что я вам Сегодня Показывала С вами была Дита из Канады Всем пока Бай-бай